Безотходная товарно-молочная ферма появилась в чилийском районе Приоралия. Создали ее на базе крестьянского хозяйства Асылхан. Предприятие по оснащенности, не уступающее европейским стандартам, развивает сразу несколько направлений. От выращивания сельскохозяйственных культур до переработки мяса и молока. За производственным циклом наблюдала моя коллега Райхан Тажбаева. Каждое утро в детском саду Айналайн начинается с порции свежего молока. Вместе с малышами полезный продукт получают школьники поселка Шири и 10 предприятий района. А попадает он к потребителю прямо из молочной фермы. В свой бизнес братья Дусибаевы строили по кирпичику 15 лет. Начинались рисовых чеков и кормовых культур. Позже появилось небольшое животноводческое хозяйство, а два года назад молочно-товарная ферма. При помощи государственной поддержки приобрели в лизинг передовое оборудование, построили современные цеха и завесли племенных буренок. Оборудование из Самары. Цеха полностью автоматизированы. Все специалисты фермы прошли обучение. Сейчас у нас 80 буренок, 25 из них племенные молочные породы. В сутки удой составляет около 1000 литров. Еще до 400 литров скупаем у местного населения. Все молоко проходит тщательную проверку собственной лаборатории. Любое отклонение от стандартов помогает выявлять новейшие технологии. Внедрены они и в процесс переработки. Мы не добавляем и химикатов. Наше молоко живое, поэтому и срок хранения всего 7 дней. В продукте сохранены все полезные микроэлементы, которые и погибают при ультрапастеризации. На безотходной ферме применение находят всему. На собственных полях выращивают рис, в своих цехах заготавливают корма, навоз идет на удобрение, а излишки молока на кефир, сметану и творог. Есть здесь собственная откормочная площадка и убойный цех. В планах у нас развивать мясное направление по голове племенного скота. В рамках госпрограммы СБАГА приобрели племенных бычков и внедряем эмбриональные оплодотворения коров. Уже есть первые результаты. Сейчас в районе реализуется ряд проектов, направленных на развитие животноводческой отрасли. Создан 31 мясомолочный сельхозкооператив, в состав которого вошли 33 крестьянских и 70 частных хозяйств. В минувшем году у нас отмечен рост производства мяса, молока и яиц. По примеру этой молочно-товарной фермы, в районе намерены создавать и другие. Две из них ведут в строй уже в этом году.